Существует такое мнение, что лучше не строить бизнес даже не просто со своими половинками, там, в принципе, да, с родственниками, с друзьями. Ты просто ставишь на себе крест. Да, я тоже так раньше считал. Это все там боль, это все закончится плохо, хреново, как бы, все понятно. Я считаю, что это ложное заблуждение, что вместе работать нельзя. Когда твоя половинка выбирает такой же путь, это только плюс. Самое крутое, что ты понимаешь человека без слов. Даже на уровне взгляда жестов могут понять с полуслова и продолжить какие-то моменты. Як-макарек, надо было эти палки вот сюда поставить, хрен ли ты их сюда поставил. А если что-то надо, Аня мне пинок дает сверху. Это прям по делу. Что ты в огне, просто ты горишь, особенно, когда все вот только раскручивается, да, очень много эмоций. Ловим еще одно такси, пересаживаемся на разные такси, потому что мы уже вдвоем не успеваем, мы разделяемся. Люди, они друг от друга никогда не устают. Мы обычно устаем от самих себя, поглощает какая-то рутина. Так вот, совместный бизнес, он не дает застрять в этом. Ты и бухгалтер, ты и директор, ты и кладовщик, который напился и подвел всю компанию. И еще ты с партнерами работаешь, а завтра ты еще и уборщицей поработал, и вообще замечательно. На самом деле, работать и находиться вместе, это круто. У нас нету будней, и у нас нету выходных. У нас есть время, которое мы планируем. Помню, у нас был свободный выходной, мы такие утром просыпаемся. Так, а что обычно люди делают в выходной день? Я не знаю, ну давай куда-то сходим покушать. И такая, ну давай. Блин, мы разучились отдыхать, и это проблема очень, я согласен. Естественно, конечно, нужно уметь отдыхать, нужно заниматься спортом, нужно иметь увлечение, ставить какие-то цели. В каждом человеке есть свой талант, да? Кто-то умеет рисовать, кто-то умеет танцевать, и кто-то умеет петь. Семь лет, то, что почти мы вместе, мы очень изменились. У него там весь рукав, он сейчас будет полтела, делает ботаническими иллюстрациями. Я постоянно развиваюсь, постоянно выхожу из зоны комфорта. Назовем так, я стала более уверенной в себе еще, потому что я знаю, чего я хочу. Да, я перестал волноваться о том, что у моей жены что-то, какие-то проблемы. Я считаю, что самое главное в бизнесе, и я согласен с моим отцом, это честность. Быть откровенным с людьми. Принимать решения достаточно быстро, но и не настолько быстро, чтобы не успеть подумать. И быть ответственным. Работа на себя – это вселенная другого Человека-паука. Я влюбилась в свое дело с первого взгляда. В принципе, от рождения. Вообще просто, я так шикарно устроился, так люблю свое дело. Постоянно ездим и в другие города, страны, изучаем, проводим мастер-классы сами и учимся у других коллег. Когда ты чувствуешь, что твой пациент благодарен тебе, что вот, когда он говорит, я ждала тебя как Бога. Наверное, я была влюблена до дела. Сергей пришел, когда я уже была готова. И это и питает, вдохновляет, и столько ресурсов дает. Поэтому мы постоянно в нем живем, дышим, развиваемся. Вот это вот сама вера в тебя. Как только ты эти плоды получаешь, тогда ты, соответственно, наверное, понимаешь, что да, у тебя это получается, и тебе это приносит удовольствие.